Брест Жилстрой – современная мощная компания, входящая в число лучших строительных организаций Беларуси. Пока ее рабочие активно застраивают города республики, в самом сердце предприятия – производственном цеху – работа также кипит. Здесь занимаются изготовлением наружно-стендовых панелей, плит-перекрытий, плит-лоджий и декоративных элементов фасада. Система управления охраной и безопасности труда на предприятии организована эффективно – от условий температурного режима до организации горячего питания. В этом году у нас не было ни одного несчастного случая на производстве, так как основной и очень важной задачей, конечно, со стороны руководства – это обеспечение безопасных условий труда на производстве. На данный момент на заводе работает 650 человек. Со стороны руководства постоянно ведется работа по улучшению условий труда рабочих. Постоянно проводятся аудиты, контролируется постоянно температура в цеху. Здесь комфортно вообще, тепло. Это зимой, если минус 20, у нас в цеху где-то плюс 15. Летом тоже хорошо. Перчатки там использовали, сразу даем новые. Ну все, спецодеза полностью, если порвалась, уже пришла в негодность, мы сразу даем новые. Также и обувь, также и каска. Познакомиться с тем, как трудятся в одном из ведущих в Бресте предприятии, прибыл главный технический инспектор Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Геннадий Бердников. Мониторинг проводился заранее, чтобы к суровым зимним холодам недоработки на местах успели устранить. Под пристальным вниманием соблюдение температурного режима в производственных помещениях, состояние санитарно-бутовых помещений, наличие места багрева и приема пищи, обеспечение работников специальной одеждой и обувью, проверку на прочность Брестжилстрой прошел успешно, хотя недочеты имеются. Достойно здесь все смотрится. Почему? Потому что люди одеты. Температура даже в удалении от того, где люди могут допустим, в порядке 20-22 градуса. Тут есть небольшие нарушения, но они касаются чисто, скажем, пока мы отсюда выйдем, они уже будут устыдны. Это сделают надписи дополнительные, это надо будет чуть-чуть разведку проходов произвести. Проведение масштабной проверки затронуло не только здание производственного цеха, но и другие помещения, комнату отдыха, столовую, швейный участок, который, к слову, был открыт два года назад. Его силами обеспечиваются спецодежда и рабочие всего объединения. В процессе нашего мониторинга мы проходили на качество рабочей одежды, никто не жалуется из рабочих. Она им комфортна, удобна, потому что многие наниматели, многие руководители организаций до сегодня, учитывая, что они в торгах участвуют, они покупают более дешевую одежду, и она свои сроки не выносит. Она просто некомфортно, не уютно работает. Здесь люди вот так, на первый взгляд, все одеты. Специалисты профсоюзов продолжат вести мониторинг по предварительным планам. В течение месяца инспекторы проверят условия, в которых трудятся жители Барановичей. К слову, в прошлом году в Беларуси было выявлено порядка 1800 нарушений. Продолжение следует...